Друзья, всем привет! Я Алексей Подлесный, бренд-шеф ресторанов Урюк и Гранд Урюк. Сегодня я буду вас удивлять вкусными деликатесами, а именно грузинскими хинкалями, восточными сладкими трубочками, а также очень вкусный деликатес бургер на ребре, ребята! Такое бывает! Это блюдо вообще на самом деле вдохновляет, когда его ешь, настолько оно сильно питательно, настолько оно насыщенно. Поэтому, ребят, я вот сам рассказываю сейчас, у меня просто текут слюнки, просто вообще так и жду эту секунду, чтобы приступить к работе. Но давайте немножко расскажем про Метро. Метро – одна из самых крупнейших компаний мира. Я часто, получается, работаю за границей и постоянно обращаюсь к этой компании. Компания считается одной из самых-самых топовых. Всегда все выходные езжу в Метро, покупаю продукты именно там. Потому что, во-первых, цена и качество, удобный выбор, можно все спокойно в одном месте все приобрести, купить. То есть, начиная от всяких мелочей, заканчивая нужными вещами, расположение продуктов в Метро – самое идеальное. То есть, ты заходишь, начинается там с самых таких безделушек, потом уже постепенно ты идешь уже к кассе, ты понимаешь, что у тебя тележка полная и все оказывается тебе нужно. Поэтому Метро, я считаю, одной из самых номер один в мире. Сегодня Метро мне привезло, получается, смотрите, как всегда всем поварам не хватает каких-то кулинарных примочек, с чем они работают. Вот мне привезло Метро, знаете, бывают маленькие радости в жизни, вот такого размера щипцы и вот такую лопаточку. Смотрите, какая красивая, удобная ручка, смотрите, я даже не знал, что такие красивые бывают инвентари. Ну что, ребят, далее. Олег, очень удобные, получается, смотрите, какие соуса в каких банках. Соус, кстати, барбекю мне очень понравился, неожиданно вкусно получается, сметана очень хорошая, жирная, правильная. Сыр чеддер, вот я с утра его протестировал, тоже, и он и нарезан получается, да, смотрите, как равномерный. И цвет у него какой красивый, да, и вот смотрите, какой он эластичный сам по себе. Грецкие орехи, правда, неровно немножко скрыл пачку, да, но грецкие орехи все идеальные. Один к одному. Также мне сегодня привезло, вот смотрите, вот такой вот аппарат для изготовления вафельных трубочек. Очень удобный. Мы всегда на работе, когда делаем вафельные трубочки, вот эти вот боковины, они железные, постоянно об них обжигаешься. Это очень удобное, пластмассовое, четкое, и жарит достаточно неплохо. Также, получается, привезли булочки для бургеров, тоже очень классные. И они пружинят, и сами все мягкие, и воздушные. Так, ну что, ребят, я предлагаю потихоньку приступить к приготовлению и расскажу, на каком оборудовании сегодня буду готовить. Значит, смотрите, у нас все по-настоящему. Хинкали, значит, мы их готовим на огне. Как будет можно приготовить хинкали на огне? Да очень просто, ребят, берете, вот смотрите, казанчик, да, казанчик, и просто варите на открытом огне. Заслоночка здесь есть. Сюда закидываю дровишки. Можно, кстати, уже одно подкинуть еще дополнительно. У нас надо только накрутить. Также, смотрите, вот на каком барбекю сегодня буду готовить бургеры. Жар вообще просто великолепный. Угли тоже, между прочим, привезла метра. Уголь достаточно хорошо горит и долго. То есть я перед эфиром за 30 минут разогрел, получается, мангал. И уголь еще до сих пор не прогорел. Обычно приезжаешь в магазин и засыпаешь какой-то уголь. И через буквально 5-10 минут ты понимаешь, что он уже наполовину сгорел. А здесь нет. Здесь вот такая ситуация. Держит марку метра все-таки. Ну что, ребят, я предлагаю приступить. С чего начинается хинкали? Хинкали начинается с того, чтобы правильно приготовить фарш. А фарш, смотрите, какую телятинку идеальную привез мне метра. Я ее прокрутил через мясорубку. Идеальное соотношение телятины. Это получается, берете 500 грамм телятины и 200 грамм говяжьего жира. Пропускаете вместе одновременно через мясорубку. После этого получается вот такой идеальнейший фарш. Вот смотрите, просто идеальный. Но это еще не все. Самое основное в фарше это то, что он должен быть сочный. Вы привыкли всегда, что берете хинкали, а внутри такое божественное количество сока. Просто брызжет во все стороны. Но все по порядку, все постепенно. Первое. Вот у нас фарш. В него мы добавляем 200 грамм лука. Лук может быть нарезан и соломкой, и кубиком. Мне больше нравится кубиком. Я сюда, кстати, применил именно молодой лук. Добавляем немножечко черного перца. Черный перец, хинкали, это вообще, как, знаете, каша без масла. Мало, как говорится, не бывает. Добавляем, конечно же, соль. Обязательно соль добавляем. Смотрите, вот так вот. Щедрую щепотку добавляем. Но не только обычную соль, но еще и сландскую. Вот такую соль сландскую. Я, кстати, не знал, что там продается именно такая. Но именно вот такая соль идеально подходит под фарш. Вот так вот, вон, щедрую горсточку. Так, дальше. Дальше мы добавляем хмели-сунели. Чайную ложку. Хориандр. Хориандра можно не жалеть. Кинза сухая и грузия, это вообще все. Немножечко усу-сунели. Тоже придут вкус. Плюс, посмотрите, у меня здесь есть вот такая специальная приправа с метра. Именно под хинкали. Она такая немножко красноватая, с паприкой. Я ее специально тут в одну маленькую мисочку положил, для того, чтобы можно было ярче рассмотреть ее. Вот так вот она выглядит. Вот так она вживую. Добавляем. Все. По идее, наш фарш готов. Но тут еще есть один такой момент очень тонкий. То есть, смотрите, насколько он сухой и некрасиво, негармонично выглядит. Что нужно сделать? Надо просто взять, добавить сюда дистиллированной воды. 200 грамм. То есть, запоминаем, ребят, пропорции. 500 грамм фарша, 200 грамм говяжьего жира, 200 грамм воды и соль, специи по вкусу. Но это где-то в среднем по чайной ложке нужно добавить. И все. И вот смотрите, вот таким движением разбивая все кубики. Смотрите. Мешаем, мешаем, мешаем. Все думают, как же так, добавил воды, значит, будет жидко, значит, не получится. Нет, ребят, на самом деле получится все идеально. Вот смотрите, получается, при взбивании еще французы в свое время обучали, когда меня, они рассказывали, нужно перемешивать все в одну сторону или мешать снизу вверх. Тогда идеально все получается. Вот смотрите, мы добавили воды, а воды-то, оказывается, это уже и нет. Еще добавим. То есть, нужно добавлять прям пошагово, по чуть-чуть. Все, воды достаточно. Перемешиваем до однородной массы. Все, наш фарш, галстол. Смотрите, какой идеальнейший фарш у нас. Телятина в компании Мед одна из самых лучших. Ребят, я работаю бренд-шефом в ресторане Урюк. Я вам рассказывал про это. Поэтому, когда будете приходить к нам в гости, заказывайте не только манты, но еще и хинкали. С хинкали считается один из самых топовых и вкусных блюд. У него достаточное количество специй, приправ. То есть, насколько насыщенная эта позиция в меню, просто вкусно. А если вы еще попросите поворот, чтобы они вам ее слегка поджарили, то это будет самый-самый топ. Так, дальше, получается, берем тесто. Тесто делается очень просто. Но ему нужно постоять в районе часа. Поэтому я слегка заранее его накатал. Значит, как мы делаем, берем 300 грамм муки, в миску кладем, вот в такую же миску насыпаем 300 грамм муки, добавляем 100 грамм воды и вымешиваем в крутую-крутую такую консистенцию. Потом подкатываем, сделаем вот такие вот лепешечки. Их идеально вот так вот в патруточке хранить непосредственно в младильнике до удобного случая. То есть, можете таким же способом пользоваться. Берем, получается, фарш. Смотрите, от фарша водичка отсекается. Ничего страшного, мы берем вот так, вот, получается, перемешиваем. На доску буквально совсем чуть-чуть берем муки. Чуть-чуть вот прям подсыпаем, чтобы не прилипало. Берем фарш и кладем в серединку. Вот так вот, где-то в районе 70 грамм. И тут самая фишка, смотрите, вот так вот делают кря-кря. Раз, два, три. И вот таким движением, смотрите, вот таким движением вы подворачиваете, и у вас получается внутри мешочек. Раз, два, три, все. И вот, получается, у вас такая гармошка интересная получается. Чуть-чуть постучали, чтобы фарш равномерно разошелся. И в самом конце немножечко назад делаете. Вот такие идеально крутые хинкали у вас получаются. Кто-то подрезает хвостик, кто-то оставляет как есть. Это как бы на любителя на самом деле. Вот такая интересная хинкалинка. Вот таким простым движением делаем. Все, готовим. Хинкали идеально. Вот мне больше всего нравится. Я вот когда работал в Алма-Ате с Наной Танкаладзе, очень известный грузинский шеф, Исмае Тории. Вот мы вместе лепили где-то в районе около 500 штук за раз. То есть у нас приходили большие банкеты, и мы лепили эти хинкали. Хинкали проходили просто в огромнейшем количестве. Хинкали можно делать непосредственно из телятины, из баранины, это классически. Также можно делать и с картошкой, и со шпинатом. То есть просто миллион вообще на самом деле вкуснейших рецептов можно. То есть сюда, вовнутрь, можно положить все, что угодно. То есть любую начинку можете сделать и положить. Нравятся шкварки с зеленью, с картошкой? Пожалуйста, кладите, не проблема. Все, вот таким вот нехитрым движением. Основа про хинкали идет какая история. Что чем больше вот таких вот гармошек, тем значит вкуснее хинкали. Тем значит хозяйка намного лучше и вкуснее готовит. Просто вообще. То есть смотрите, вот такие вот быстренькие хинкаленькие у нас получаются. Вообще просто это идеальное блюдо, которое можно подать на любой стол, и это будет не стыдно. Вот видите, вот таким простым домашним пакетиком пилиэтиленовым, просто переложенное получается тесто. И оно получается и не слипается, и не надо никакой пленки, не надо ничего выдумывать, ничего сочинять. Поэтому просто вот так вот раз, 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 идем, идем, идем по кругу, крутим, 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 знаете, вот так вот вертим. Это интересная такая забава, домашняя, получается, сейчас все находятся в обстановке, на самоизоляции. Так получается лепить. Можно всей семьей и развлекать. Есть вопрос, не переборщил ли я черного перца? Нет, ребят, не переборщил. Это на самом деле я достаточное количество добавил. Много, как говорится, перца не бывает. Я еще и при подаче сверху, когда будут у меня готовы хинкалины, я, получается, еще посыплю. И смотрите, за счет того, что у нас фарш такой эластичный, да, кажется, что кажется его очень достаточно мало, а на самом деле по факту получается, что его даже много, что нашего теста может и не хватить, знаете. Так вот, крутим, крутим. Вопрос сейчас от зрителей, сколько варится хинкали? Хинкали варится около 7 минут в кипящей воде. То есть вот такие у нас вот хинкалинки получаются. Кстати, они прям одна к одной, одна за одной прям идут. Знаете, как это, как конвейерно, прям не остановить. Так, вот еще последние две штучки сделаю. Так, ну, смотрите, наши хинкалинки готовы. Сейчас попробую максимальную загрузку сделать. Получится у меня скрутить, интересно, или нет? Тут самое главное мастерство, чтобы не пролилась начинка. Начинка на самом деле очень жидкая. Так, крутим, крутим, смотрите. Нет, на самом деле мастерство не потерял я. На самом деле, ох, начинка, смотрите, прям. Прям смотрит и улыбается изнутри. Но нет, мы ее полностью все равно загрузим туда. И она останется у нас внутри. Все, ни одной капли. Самая важная ситуация здесь, это, получается, нужно пережать. Пережать дыхание этой хинкалини. Ну что, ребят, приступим к варке хинкалини. Смотрите, у нас вот чисто такая крутая тема, да? Вот не хватает немножко музыки. Ух, смотрите, как у меня тут все кипит. Бурли просто вообще. Берете ложку и просто простым движением, вот смотрите, вот так вот просто. И закручиваете. Вода должна бурлить, но она должна идти по кругу. И вот таким простым движением, вуаля, закидываем, одна пошла, вторая пошла, третья, они все крутятся. Вы знаете, песни есть, кружится, вертится, и все, как вы сами знаете дальше в продолжении. И вот таким простым движением, смотрите, закрываем, налаживаем настрой, открываем нагрев, бурлить, вот шикарно. Засекаем время, 7 минут пошло, а в это время я буду показывать, как готовить бургер на ребре. Что для этого мне понадобится? Для этого мне понадобится, вот смотрите, вот такой качанчик капусты. Вот просто таким простым, нехитрым движением, просто раз его рубим, рубим пополам. Смотрите, молодая капусточка, очень вкусный аромат, фантастика, просто вообще это не передать словами. Все любят добавлять айсберг, еще какие-то разные салаты, разной разновидности, нет. Ну что, проверяем, как у нас там кинкалинки варятся, ух, фантастика. Ну и какая красота, вообще просто божество. Не будем закрывать крышкой, оставим так. Ну что, осталось буквально 2 минуты у нас, проверяем, что у нас с огнем здесь. Как у нас работает уголь. Разогрет на 150 процентов. Проверим температуру, температура на 400. Нам нужны что? Конечно, булочки. Разделяем все, расщепляем их в разные стороны. Посмотрите, как наши кинкалинки приготовились. Тарелочка. Первый пошел. Какая красота, просто объедение. Вообще форма сохранилась идеальным образом. Рецепт фирменный от Урюка. В Урюке вот такой, вот такие же вкусные кинкали готовят буквально за 10 минут. А если вы закажете еще на доставку, то это просто вообще фантастика. Как я и говорил ранее, для тех, кто не успел еще подключиться к эфиру к кинкали, можно наварить большое количество. Просто обалденно. Вообще, смотрите, какая красотища просто. Можно наварить много. И ничего страшного можете оставить на следующий день. Потому что их можно на следующий день просто взять и на сковородке, на растительном масле, поджарить. Так, закрываем. Нам лишний пар не нужен. Смотрите, какая фантастика. Смотрите, вот такие идеальные ребрышки есть в метро. Вот такие ребрышки, смотрите. Кажется, что они немножко жирноватые, еще что-то такое. Но ничего. Вот такие вот телячьи ребрышки. Лишний жирок, я с вами согласен, да? Что можно чуть-чуть вот так вот подрезать. Но лишний жирок никогда не бывает. В бургере все пригодится. Там как раз вот самое сочное, самый вкус в этом будет. Для того, чтобы обжарить непосредственно на огне, мне понадобится фирменный соус барбекю от метро. Берем, вот смотрите, вот такую щедрую горочку. И вот так вот кладем. Каждую смазываем обильно. Ни одну не пропустим. Вот такая у нас гармония палитра получилась. Ложечку смываю. И вот так вот, смотрите, везде каждую частичку, каждую частичку промазываем. Ничто, ничего не оставляем. Каждая частичка должна, получается, быть промазана. Тогда вкус идеальный получается. Совсем добавляем капельку растительному маслицу. Совсем капельку. И вот, смотрите, мы их просто берем вот таким простым движением. доставляем на гриль. Красота этого соуса дополняет. Ох, какая фантастика. Внешний вид вообще великолепный. Вот этим бульончиком то, что осталось, поливаем сверху. Ничего страшного. Приготовится все. Смотрите, какая фантастика. Какая красота. Прям слюньки просто текут вообще. Просто текут слюньки. И нашими щипчиками проверяем, как у нас там обжарилось. Нет, еще. Смотрите, есть время, но смотрите, как шкварчит она. Так, проверяем это. Красотища. Каждую косточку переворачиваем. Нам в этом блюде понадобится каждая косточка. Ни одной не отпускаем. Берем капустные листики. И просто кидаем сюда, вот где у нас вода кипит. Просто бросаем и забираем буквально на 2 минуты. Дальше приступаем следующим образом. Булки всегда перед тем, как собирать бургер, необходимо разогреть на огне. Для того, чтобы первое, она стала более хрустящая, более воздушная и более насыщенная получается самим вот этим огнем. Вот по краям выкладываем. Булочки наши. Вот они разогрелись. В этот момент мы тоже не забываем про то, что у нас тут еще жарятся ребрышки. Вот они, видите, как колеруются красиво. О, тут вообще фантастика, как шкварчит, а? Поджаривается хорошо. Вот они уже прихватились практически. Вот немножко еще подождем. Прям совсем чуть-чуть. Но первый у нас уже готов. Берем капусточку, которую мы здесь. Простые движения вытаскиваем, даем стечь. Мы никуда не торопимся, мы готовим в удовольствие. Кладем на доску, даем чуть-чуть буквально остыть. Собираем всю. Ни капельки не подняем внутри. Даем капусточке слегка остыть. Смотрите, как она красиво остывает. Просто фантастика, как она прям играет. Сочетание вкусов, цветов. Опа! Вот они наши булочки готовы. Поджарились. Достаточно всего-навсего. Вот смотрите, вот до такого состояния. Это занимает буквально меньше минуты. Дадим ребрам спокойно готовиться. Закроем, чтобы они разогрелись равномерно. И тут мы просто добавим нашу капусту. Но ее слегка, перед тем как кинуть, мы ее подсолим. Вот таким простым движением, простым движением подсолим. И все. И бросаем прямо на шампуре. Пускай она разогревается. Все. Приступаем к следующей стадии. Все шапки, все вот эти грибные шапки от бургеров убираем в сторону. И оставляем только низы, основу. Когда долгое время работал с иностранными шеф-поварами, они всегда сравнивали поваров с кем, ребята? Ну с кем, как вы думаете? Как вы считаете? Со строителями. Все повара, как строители. Блюдо, тарелка непосредственно, это является как фундамент. А то, что вы будете выкладывать на тарелку, это ваш небоскреб, к которому вы всегда стремитесь. Небоскреб, это знаете, это само достижение, то, что есть в жизни. Вам всегда нужно идти к нему. И всегда нужно достигать. Всегда нужно ставить себе цели. Лидеры только у нас побеждают в нашей жизни. Потому что нужно всегда ставить себе определенные цели. Вот так вот просто берем, нехитро. Кладем сюда по ложечке вот этого барбекю. Чуть-чуть прям. Раз. Два. Три. Добавим совсем немножко сметанки. Сметанка, смотрите, 30% жирный. Идеальная. Вот так прям, оп, в серединку. Оп, это придаст и сочность, и вкус. Оп, еще одна ложечка. Готово. Дальше у нас идут томаты. Томаты идеальные всегда. Использовать ташкентские томаты. Одни из самых номер один в мире. Как правильно выбирать томаты? Это целая наука. Это целая история. Потому что если вы используете неправильные помидоры, то у вас не получится блюдо вообще. То есть у вас просто не выйдет оно. Кладем сюда помидорчики. Вот так вот накрываем. Вот у нас получились такие грибочки. Мы берем вот таким простым движением. Поставим поближе. Кладем косточки. Вот таким нехитрым движением. Кладем косточки с мясом. Ну и как шкварчит просто великолепно. Кладем сюда, выкладываем. Мясо тоже кладем. Дальше кладем вот такие вот щедрые-щедрые кусочки сыра. Просто сверху накрываем. Мясо, которое у нас еще понадобится для приготовления других бургеров, убираем пока в сторону. Оно нам пока не понадобится. И просто берем вот эти наши бургеры и кладем сбоку. Чтобы чедр, сыр наш, подплавился. Когда сыр подплавляется, вкус получается просто бромбический. Все, мы закрываем. Даем буквально 2-3 минутки постоять. Ребят, готовьте дома. Всегда готовьте дома. Всегда стремитесь к каким-то изыскам. Все достаточно просто. Все уже придумано до нас. Смотрите, какие-то модные рецепты. Старайтесь повторить. Старайтесь как-то развивать себя. Фантастика. Просто знаете, какая красотища у нас тут. И чедр, и помидорчики, и поджаристый. Сейчас я вам покажу, как я люблю кушать бургеры. Наши, получается, шампур с салатом готов. И вот такие вот листики просто сверху. Хлоп на каждой. Обжаренная молодая капусточка. С мясом на ребре. Кладем, кладем. Хруст будет просто великолепный. Выкладываем, выкладываем. Все до единой капельки. Сверху. Берем вот так и простым таким движением. Движением шампура. Защипляем. Можно так же делать, если есть ножик. Ножом можно непосредственно так же защипы делать. Но я люблю шампуром. Шампур всегда есть в доме. И это достаточно просто. То есть вот так вот просто. И по-домашнему мы сегодня сделали. Вот так вот его выкладываем. Раз. Первый пошел. Второй пошел. Третий пошел. Ну вот наш очень вкусный бургер готов. Бургер на шампуре и на ребре. Красивейший просто бургер. Смотрите, ребята. Красота. Объедение. Делается, ребят, все на все. Мы с вами посмотрели на часы. Делается все очень быстро и очень просто. Я хочу сейчас рассказать про вкус детства. Когда вот мы всегда, нас забирала мама со школы. Когда мы, получается, были на выходном дне. Когда мы приходили в какие-то магазины. Гуляли. Нам хотелось покушать. И мама нам покупала обычные сахарные трубочки. Хрустящие. И со сгущеночкой, и с орешками. Это просто вообще. Прямо словами не описать. Как я ранее сказал. Вот такую интересную машинку. Мне привезла метро. Для того, чтобы мне готовить и снимать. Мне понадобятся перчатки. Вот смотрите. Простым движением замешали тесто. Тесто готовим. 300 грамм муки. 50 грамм сливочного масла. И 50 грамм молока. Размешиваем. И даем постоять. Оно должно стоять в районе 40-45 минут. То есть вот такое идеально красивое тесто получается. Обратите внимание. Консистенция жидкой сметаны. Это идеальный рецепт, который, получается, мы используем для приготовления вафель. Вот так вот, смотрите. Оно прям все тянется. Красиво, красиво тянется. Открываем, проверяем. Нагрев. Фантастический. Если, секрет, если у вас, получается, тесто загустело, значит, что нужно сделать? Не выливать ни в коем разе, да? Не бывает плохого теста. С тестом всегда нужно работать. Просто берете и добавляете буквально 2-3 столовые ложки воды. Равномерно распределяем все. Распределяем красота. Фантастика. Нет, это еще не все. Берем и закрываем. И здесь есть специальная такая защелка. Очень такой важный момент. У нас кожа настолько чувствительная, настолько тонкая, что даже опытные профессионалы все равно обжигаются. Чтобы этого не было, надо одевать перчатки. Проверяем, проверяем. Оп, знаете, половина уже вафельки готова непосредственно. Но еще ничего. Нам еще нужно время. Для фарширования непосредственно наших хрустящих трубочек нам понадобится обычная вареная сгущенка. Такой, который привозят метр. Вот такая обычная, вкуснейшая вареная сгущеночка. Просто берете в эту сгущеночку, нарезанных орешков перемешиваете. И всем рекомендую пользоваться кондитерским мешком. Это удобно и практично. Берете сгущенку, вот так вот помяли ее руками. Она становится мягкая. Вовнутрь вы, получается, добавляете орешки. И вот такая консистенция, как пластилин. Ориентировочно можно назвать пластилиновая душа. Тесто, смотрите, мне немножко подзагустевает. И я сюда все равно хочу немножко добавить просто дистиллированной воды. Прямо добавляю столовую ложку. И равномерно перемешиваем. Смотрите, особенность какая. Кажется, что тесто свернулось. Но нет. Из-за того, что сливочное масло, оно, получается, разошлось здесь в тесте. И кажется, что тесто само по себе неоднородное. Но нет, мы перемешали, и оно опять стало стабильное, стабилизировалось. Так, ну, смотрите, наша трубочка готова. Берете вот так вот ножичком ее подцепляете. Кладете на дощечку. Кажется, что это как будто тряпочка. Но нет. Тряпочка достаточно быстро засыхает. Потому что при таком плотном нагреве мы готовили. И у нас вот получилась вот такая идеальная трубочка. Ей нужно прям буквально совсем чуть-чуть, чтобы остыть. И она приобретет свою классическую интересную форму. Но пока мы будем дальше рассказывать, как мы будем ее фаршировать, И еще одну трубочку зальем. Заливаем, смотрите, вот так раз, два, две с половиной ложки столовой. Распределяем ровно, ровно, ровно. Если дырки получаются, ничего страшного, мы сейчас их замажем. Все-таки работа у нас такая ручная, красивая. Вот, смотрите, как блинчики готовятся вообще идеально. Закрываем. Защипываем. Ну вот, смотрите, у нас получилась идеальная трубочка. Может кто-то сказать, давайте обрежем вот эти вот углы. Давайте обрежем, они никому не нужны. Давайте все ликвидируем. Нет, я считаю, что надо кушать полностью все. Со всеми вот этими боковушками. Помните, когда пекли в детстве блинчики? Там бабушка, мама, всегда все хотели вот эти хрустяшки, которые по бокам от блинчиков оставались на краю. Все ждали, когда они нужно удалять, надо оставить как есть. Я покажу, как фаршировать. Так, пододвинем начиночку к краю. Вот так вот равномерно ее распределим, чтобы у нас прям четкое фарширование шло. Как правильно держать кондитерский мешок, все спрашивают. Тут нужна небольшая сноровка. С боков поджали. Смотрите, вот так вот палец раз, подвернули. И все, и вуаля, и у вас получается идет просто идеальная работа. Все, вот таким простым, нехитрым движением. Смотрите, вот она пошла, сгущеночка. Так, 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 фаршируем. Ага. Есть? Просто фаршируем дальше. Фаршируем, 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 фаршируем. Все, ни единое не оставляем. Ни единого пространства. Все, вот смотрите, идеальная трубочка у нас получилась. Продолжаем дальше фаршировать. Фаршируем, набиваем. Ух, какая красотища у нас получается. Смотрите, идеально. Готова наша трубочка. Я даже называю, когда вот они трубочки получаются готовы, называю их салфеточками, потому что они такие мягкие, знаете, эластичные. Но нужно торопиться. Нужно как можно быстрее, быстрее, быстрее закручивать. Не успели? Все, ребят, ее только можно скушать так. И ее не нафаршируешь. С одной стороны набиваем. Все, 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 набиваем под завязку, знаете, под основание. И с другой стороны прям фаршируем, фаршируем максимально, 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 максимально. О, проверяем. Готовность. Кажется, что вроде бы все. Но нет. Я считаю, что нам нужно еще немножко добавить грецких орехов, которые привезла компания Мэтр Кэшн Керрис. Вот таким простым движением. Вот так вот натираем. Каждый орешек, каждый последовательно натираем. Прямо один к одному натираем. Можете брать по два, можете по три брать. Ничего страшного. Все равномерно растираем. Вот так вот. Для чего мы это делаем? Ни забавы ради, ни для того, чтобы нам просто как бы заняться нечего. А это у нас, получается, будет наша, как знаете, такая боковушка этих трубочек. Чтобы наша сгущеночка, получается, мы сейчас положили, она будет вытекать. Чтобы этого не произошло, нам нужно с боков забить грецким орехом. Да, да, все просто, ребят. Очень все просто. И как мы это делаем? Вот смотрите, видите, с некоторых сторон она начала вытекать. А это неправильно. И это и некрасиво. Вот просто берем таким простым движением. Раз, два, три, четыре, пять. Опа. С другой стороны, раз, два, три, четыре, пять. Оп. Все забито максимально. Фантастика. И то же самое с другой стороны. Играющие. Все делаем, ребят, играючи. Кулинарное мастерство – это наука. Непосредственно не только приготовление, но и радость. Радость в том, что мы готовим с удовольствием. Вот такие наши вкуснейшие трубочки. Немножечко присыпем грецкими орешками. Вот так прям совсем чуть-чуть. Совсем капельку добавим в сахарной пудрки. Опа. Все, достаточно, ребят. Какая у нас получилась красота. У нас сегодня, ребят, с вами все получилось. У нас сегодня получилась невкуснейшая хинкали, которую мы приготовили на открытом огне. Мы приготовили сегодня с вами бургер на ребре со свежей капустой, с томатами ташкентскими, с сыром чеддер, с барбекю. Фантастика. Но в бургер можно добавить еще немножко красного лучку. Кто по желанию, кто хочет. Этот маленький ему совет. Также можно в бургер еще добавить солененькие огурчики. Я вот люблю такой простой бургер. Съел на обед и достаточно. А также, смотрите, какой вкусный у нас получился десерт. Вот такие вот трубочки вообще с пылу с жару. Просто красотища. Просто фантастика, а не десерт вообще. Просто объедение. Так и хочется ее съесть. Попробуем, ребята. Это не трубочка, это поэма. Вот так вот в детстве нас кормили. Вот это я назову вкус детства. Просто словами мне писать, насколько это вкусно. Наш эфир практически подходит к завершению. Я надеюсь, было вам интересно его посмотреть. Всех, ребят, зову в рестораны Урюк. Попробовать наивкуснейшие восточные деликатесы, которые мы готовим. Это был Алексей Подлесных, бренд-шеф ресторанов Урюк. Всех обнимаю крепко. До новых встреч. Спасибо.